Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Однако работы были приостановлены. Как сообщил на стройчассе в правительстве республики руководитель ПСК-6 Андрей Носков, достраивать три 21-этажных здания планируется поэтапно и начнут с 13-го дома. По предварительной оценке в нем необходимо заменить кровлю, укрепить грунты, демонтировать фасады, лифты, двери, окна и вентиляционные каналы, так как они уже не соответствуют современным требованиям и нормам. На проведение работ потребуется почти 160 миллионов рублей. В качестве компенсации застройщику республика выделят земельный участок для строительства нового жилья. По аналогичной схеме достроят и оставшиеся два дома – 10-й и 35-й. Остается вам думать о проектировании школы или какие потребности. Уже надо сейчас смотреть, потому что мы от этого никуда, получается, не денемся. Давайте через квартал увидимся, снова обсудим, чтобы мы понимали, как у нас все ровно ли идет, ну и какую-то помощь, если нужно, чтобы оказать. Ну и сегодня в Башкортостане 136 незавершенных многоквартирных домов. 51 из них планируется софинансировать из Федерального фонда защиты дольщиков. 23 объекта по 23 объектам уже получили согласие о предоставлении субсидий. Еще 37 республика достроит за счет собственных средств. До 1 февраля ключи от новых квартир получат жители 10-го дома жилого комплекса «Серебряный ручей» в Демском районе столицы. Жители республики начали получать платежки за капремонт с новыми ценами. Сумма в квитанциях увеличилась в среднем на треть. Напомню, с 1 января в Башкортостане повысили размеры минимальных взносов. Как сообщили в региональном Минжекаха, индексация позволит пополнить фонд капитального ремонта и увеличить количество домов и видов работ, проводимых по программе. Рекоператор может капитально отремонтировать на 400 домов больше, чем сейчас. С нового года плата за капремонт в зданиях высотой до 6 этажей составляет 6 рублей 90 копеек за квадратный метр. Для тех, кто живет в домах большей этажности – 7 рублей 50 копеек за квадрат. Повышение в обоих случаях составило 1 рубль 70 копеек. Как пояснили в Минжекаха, тарифы в Башкортостане не менялись с 2013 года. Несколько лет республика входила в десятку регионов России с наименьшим размером взноса за капремонт. Ежегодно в связи с инфляцией растет стоимость на строительные материалы и строительные монтажные работы. К примеру, в 2014 году стоимость ремонта пятиэтажного фасада с утеплением стоила 3 миллиона 600 тысяч рублей. В прошлом году такой же фасад стоил нам 5 миллионов 800 тысяч рублей. Для качественного проведения капитального ремонта необходимо было пересмотреть размер минимального взноса капитального ремонта. Ну и повышение тарифа позволит пополнить бюджет Республиканского фонда капитального ремонта на 963 миллиона рублей. В Башкортостане в 30-летнюю программу включено более 17 тысяч многоэтажек. Со следующего учебного года в школьном аттестате могут исчезнуть отметки по таким предметам, как физическая культура, музыка и рисование. Об этом в эксклюзивном интервью телеканал РБК Уфара сказал министр образования и науки Башкортостана Айбулат Хажин. По его словам, не всем учащимся дано быстро бегать, хорошо петь или рисовать. При этом ребенок одарен в другой сфере. По мнению главы Миноборнауки, если школьник учится добросовестно, необходимо идти ему навстречу и не портить аттестат неудовлетворительными оценками по этим предметам. Как отметил Айбулат Хажин, сейчас на федеральном уровне готовится новый порядок выдачи аттестатов о среднем общем образовании. К этому, наверное, надо было давно уже идти. Есть же абсолютно уникальная ситуация, когда ребенок, спортсмен, ездит на сборы, выступает в том числе за республику и хорошо выступает. Но у него нет времени в силу своей спортивной занятости ходить на уроки физической культуры. И учитель физической культуры ставит ему оценку удовлетворительную. Но это же абсурд. Планируется, что Министерство просвещения России утвердит новую систему выдачи аттестатов перед началом учебного года уже этим летом. Полную версию интервью с министром образования и науки Башкортостана Айбулатом Хажиным смотрите сегодня в эфире РБК УФА сразу после вечернего выпуска новостей в 19.20. Юридическая служба сети быстрого питания «Папа Гриль» намерена обжаловать решение суда о приостановлении деятельности кафе на 60 суток из-за нарушения санитарных норм. Как рассказала нашему телеканалу руководителя отдела продаж Ульяна Юнусова, компания работала в рамках действующего законодательства. Жалоб и обращений со стороны покупателей не было. После проверки 15 точек сети приостановлена только работа Сипаиловской, которая является франшизой с еще не сформированным бюджетом. Временные точки общепита должны собраться водой, соответствующей по качеству водопроводной. По данному объекту был заключен договор на поставку питьевой воды, отвечающий необходимым требованиям. Все документы сертификации на привозную воду были предоставлены, но инспекторы Роспотребнадзора не стали их учитывать. Внеплановая проверка была начата по некому заявлению, поданному в электронном виде, с требованием проверить все заведения сети, с указанием их адресов. При этом фактов, что кто-то получил вред здоровью в наших кафе, нет. Ну а я напомню, что судебные приставы опечатали двери стрит-кафе «Папа Гриль» в Уфимском Сипаилово. По данным регионального ведомства, во время проверки инспектор Роспотребнадзора установил нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов, в том числе отсутствие централизованного водоснабжения и отдельной раковины для мытья рук. Решением суда индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности, а работу кафе приостановили. И на этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на телеканале РБК Ауфа.